МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перспектива развития споживецкого рынка и новые задачи по наведению парадки на землю. Сегодня в Гомеле прошло потяжение облвыконкама. За электромобили гомельские энергетики активно выкористовывают экологичные транспортные сродки в работе со споживцами. А сейчас об этом и иншим больше подробно. В Гомельской области над Адзиномом зафиксовано два выпадки захворывания на коронавирусную инфекцию COVID-19, або два завозные. Подробности далее в сюжете. В списке инфицированных гомельчанин, который наведал Португалию, а также еще одна из Жихарка областного центра, которая ездила в Францию. Были подозрения на наявность вируса у Жихарки Житковича и гомельчанки, которая вернулась в Беларусь за Англию. После проведения додатковых доследований диагноз у обеих двух женщин не подтвердился. При этом медики означают, что при любых подозрениях действуют на опереджении. В случае подозрения на коронавирусную инфекцию, конечно же, человек в обязательном порядке госпитализируется. Проводятся необходимые мероприятия по первому уровню или по первой группе. Это те лица, которые непосредственно контактировали. И по второму уровню медицинское наблюдение – это те лица, которые условно контактировали. Ну а мероприятия, которые в виде дезинфекции, они проводятся по первичному диагнозу. То есть мы не ждем, пока подтвердится диагноз лабораторно, мы начинаем отрабатывать. То есть не происходит опять же так, что лабораторно подтверждено, потом мы работаем, потому что это уже может быть поздно, и мы будем подвергать риску инфицирования большее количество населения. За ситуацией сочет на всех узровнях. На профилактические мероприемства, а так само на укомплектование лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии додатковым обсталяваниям с областного бюджета выделены сродки. Для проведения профилактических мероприятий областным исполнительным комитетом, главным управлением здравоохранения дополнительно выделяются финансовые средства для закупки средств индивидуальной защиты медицинским работникам и необходимого оборудования для того, чтобы наша лаборатория, которая областного центра гигиены и эпидемиологии проводит исследования на COVID-19, могла не только быстро, но и в большем объеме проводить исследования. Но пока такой необходимости нет, но мы всегда должны быть готовы. На данный момент тест на вирус сдали больше за 400 же хоров в области. Медикам поступила первая парта белорусских тестовых систем. На початку кроссовика их поставки станут регулярными. А кроме того, чекают заявления в медустановах и экспресс-тестов. Кроме данных тест-систем, которые мы проводим методом полимеразной цепной реакции, еще планируется постановка экспресс-тестов. То есть, я думаю, что в ближайшее время в учреждении здравоохранения такие тесты появятся, которые уже предварительно и быстро будут показывать наличие или отсутствие данного вируса. Максим Савин, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Перспективы развития с поживецкого рынка и новые задачи по наведению парадки на землю. Сегодня в Гомеле прошло посажение облвыконкам. С загученными планами ознайомились наши корреспонденты. Гандлевая сетка Гомельской области зараз ГТ-10 с половой тысяч крам. Иншая справа, что чверть их гандлевого обороту припадает усягона 20 организаций. У первоважной большинства иснуючие магазины невеликие попомеры с ответным ассортиментом. Особливо значные проблемы с забеспечением товарами и продуктами харчевания отзначаются у сельской мясцовости. Особливо это тычится невеликих населенных пунктов, где потребны новые формы обслуговывания. Меняется формат обслуживания. То есть, возможно, уже нет необходимости в стационарных объектах, и приходят автомагазины. Автомагазины у нас по-прежнему работают потребительской кооперацией, и достаточно активно добавляется количество работающих именно частных автомагазинов, которые позволяют, в принципе, не хуже, достаточно качественно удовлетворять спрос сельского населения. Сирот пропонул по развитию споживецкого рынка проведение сезонных мероприемствов на кшталт кермашов и 100 акций. Плюс утягнение у господарший оборот гандлевых объектов, которые не используются, которые используются неэффективно. Про спрадоставление их у аренду цепродаж сельгазпродприемствам, які вырабляют продукты харчавання, што, до речи, посприяе таксама навядзенню парадку на земли. Гэтое пытание таксама было разгледжено подчас посяджения Аблваканкама. У минулым годзе на Агомельщине реализовали практично усе положение отповедные программы. Высажено 165 тысяч древ и кустарников, што у 4,5 разы больше, чем у 2018-м. У населенных пунктах знесена амаль 2 тысячи старых домов, што дазволило утягнуть у господарший оборот 850 гектаров земляв. Плюс активная боротьба с борщевником Сосновского, площадь якова зменьшилась амаль на 40%. Селета гэтую шкодную рослину плануется знишить практично полностью. И гэта неадзіная задача селетней областной программы по наведению парадку на земли. Будут также продолжены мероприятия по приведению ферм и мехомех дворов, сельхозпредприятий в надлежащее состояние. Также будут продолжены работы по приведению в порядок мелиоративных систем. В каждом из районов созданы комиссии, которые пересматривают план, определяя более напряженное задание для работы на текущий год. Олег Сенцюров, Сергей Нігеревич, Євген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». За электромобили гомельские энергетики активно використовують экологичные транспортные средства в работе со споживцами. Чим отметные электромобили и как прожилася инновация на предприятии «Гомель Энерго», доведилась Ганна Каральчук. Амаль год тому руб «Гомель Энерго» набыло 7 электромобилей в марке «Ниссан Лиф». Их размирковали помеж разными филиалами предприятия. Выкористание такого транспорта у Майшерах-Перовах. Перш за все, гэта экономия на заправцах и расходных материалах, таких як моторный алле и тасол. Аккумулятор можно зараджать от стандартной электричной сетки. По-другой отсутничают шкодные выхлопы, які забрудживают на вакольной осеродзе. И выпрацовывается менш шуму, что дае більш комфорту. За час эксплуатации автомобиля у отводителям не поступало ніяких негативных водхуков. Много факторов, которые составляют комфорт водителя за рулем автомобиля. Обзор, комфорт при управлении, отзывчивость автомобиля, наличие климат-контроля, кондиционера. Надо задуматься над тем, чтобы выбрать его в качестве покупки своего личного автомобиля каждому. Ведь мы и говорим о экономии денежных средств и окружающая среда. Электромобили пропонуют больше крутильного момента, худкости и динамики. При отсутствии руховика внутреннего сгорания обслугование транспорта робится значительно больше штанным. Ломаться под капотом практически не мать чему. Звычайно, ремонтуется только подвеска. Энергетики выкористовывают электрокары для обслугования с поживцов. Одно из зарядки хапает на 150 километров. На ночь автомобиль подлучают до зарядной станции на парковце филиала. Дорогие специалисты Руб Гомель Энерго унесли свои уклады тут. Два филиала – Гомельские электричные сетки и Гомель Энерго Спецрамонт – займаются подключением станций зарядки автомобиля в регионе, оформляют техничные умовы и выполняют будовничные монтажные работы. В дальнейшем Гомель Энерго планует набыть еще больше электрокаров для обновления автопарка. В дальнейшем Руб Гомель Энерго будет планировать закупку еще порядка 10 электромобилей. Хотелось бы, конечно, чтобы были это белорусского производителя. Мы очень интересуемся и сотрудничаем с «Джили», с заводом «Юнисон». Мы бы хотели, чтобы в этом году «Джили» представила свой электромобиль. И в дальнейшем будем вести работу по реализации данного проекта. Электрокары «Джили» повинны вырешить пытание с далекостью хода и дозволят спокойно ездить не только по городу, а и по всей краине. Запас хода в новых моделях будет превышать 500 километров. Ганна Коральчук, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». «Х-фактор» в Гомеле. Сегодня в областном центре проходит первый день про кастингу популярного во всем свете шоу-талентов. На початку года «Белтелерадиокомпания» стала правовладальником проекта. Из «Саковика» творчая команда «Медия Холдингу» отправилась в побойных городах краины в пошыку тех самых – яскравых, выполненных у своих силах и вокальных датинах. «Гомель» примав шановных гостей третьим полику. Членам журы уже было с кем парауновать, однако все ж сюрпрызов чакали все. Те отрымалася у нас 9, ведая Яугения Кухаронак. «Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой, не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли». Яны начались бираться у громадско-культурным центры за две години до початку продкастингу. Необходно было зарегистрироваться, заполнить анкету, отримать особистый номер и почекать. Однако творчие люди за все дизнают, с чем заняться. Распевание, новые знакомства, говорки об хвалявании. С детства я мечтала петь на сцене большой. Есть страх, конечно, но со временем это должно пройти, я думаю. Любитель, хотелось бы, так сказать, просто много кто критикует, хотелось бы, чтобы чему-то наконец-то уже научили. Всем участникам желаю удачи и я желаю счастья вам. Продкастинг почался ровно о полдне. На той момент регистрацию пройшло крыху больше за 60 человек. И первым на сцену узнялся гамельчанин Александр Ветров. Ему 54 и, как стверждает сам фокалист, он бременский музыкант. С детства, когда только начал, это, не знаю, годика 34 было. Это меня научили балалайку. Вот до сих пор она в жизни со мной. И самая первая моя частушка, самая первая песня и самая первая, что меня с детства похвалили. Говорят, будет петь. Жиры приятные, уважительные. По глазам почитал, что они не так, что злые. Вышел, ой, сейчас мою вот. А поговорили, ласково, нежно. Иначе и не могло быть, бо у Гомель приехала самая чаровная журы. У кулуарах их назвали «Добрыми фиями». У складе выканавча продюсер проекта «Х-фактор» Вольга Шлягер. Керавник программы «Добрые ранницы Беларусь» Алена Воляк. Телеведучая и актриса Светлана Баровская. А так само композитор и спевачка Ніна Богданова. Прихожу неповажно, размовляли с удельниками продкастингу, просили спеть песню у іншим жанры, взять пылные ноты, расповести нечто незвычайное об себе. И они шукали рызинку у кожным. А як оказалося, необходно було увесь свой талент показать сперших кроков по сцене. Тому вось парада усім будучшим удельникам продкастингау. Берите на увагу. У вас должно быть 20 песен с песнями, плясками, париками, шарфиками, цветочками в зубах, веточками на голове. Я не знаю, что. Но просто мы должны... Ой, что это сначала? Потом, боже, посмотри. То есть я хочу, чтобы я не могла вас остановить так, это интересно. Вы ведь ничем не рискуете, попадете, не попадете. Ну так повеселитесь, сделайте так, чтобы мы вышли и сказали, ну ты помнишь тот 615-й? Это же вообще забыть нельзя. Вот я хочу не смочь вас забыть. Я вам очень этого желаю. А уж как вы достигнете, пробуйте. Я сам не свой, мой взгляд потерян. Я с головой в песчинках времени упал на дно. И метроном считает в тишине. А вы можете резко переходить на других героев? Резко, вот через несколько минут. Все ждут прихода истины. Святая ложь звучит вся искренне. Не прячен взгляд. Я не смогу идти на... На самом речи на продкастингах пришло не так шмат вокалистов, которые сегодня выступают на профессийном узровне и этим зарабляют. Были инженер, техник, оператор совести, программист, хореограф, слесар. Некто пришел, как бы его на телеэкране убачили дети и родные. Была их история каханья. Юнак своим выступлением признался о почутях до девчины. И она, по словам хлопца, ни об чем не ведает. Привет, лови мою боль по любви, мою боль по любви. Прочитай и порви и привет. Ты как? А я снова в бегах, в нелюбимых лугах. Просто прячу свой страх. Завтра продкастинг у Гомели протягнется. Регистрация по шнецу у 10-х один ранницы, отбор у 12. Югиня Кухаронак, Валерия Гопанько, телерадо и компания «Гомель». Эти инши новинные информацию о проектах телерадо компании «Гомель» вы можете знасти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто». В студии Александра Гомоля. Здравствуйте. Ключи от авто нужно носить с собой. В Василевичах мужчина положил их в шкафчик, а наутро узнал, что его «Мерседес» угнали и разбили. История началась с «Хмельного» застолья, которое сообразили на троих двое рабочих котельной и один местный житель. После один из них пошел домой, а ключи от своего «Мерса» положил в шкафчик, чтобы не потерять. В итоге потерял свое авто. Знакомые его угнали, покатались и не вписались в поворот. Машина съехала в кювет и получила неремонтируемое повреждение. Утром следующего дня о ДТП в милицию сообщили проезжающие мим водители. Быстро установить обстоятельства произошедшего смогли милиционеры. Они установили, кто управлял автомобилем в момент совершения ДТП. Действиям неработающего жителя Василевича исследователи дали правовую оценку. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Светлогорский таксист присвоил сумочку пассажирке и забрал из нее деньги. Вместо того, чтобы сообщить об оставленной вещи диспетчеру, он решил проверить ее содержимое. Всю наличность забрал в себе, а сумочку с мобильным телефоном выбросил на улицу. К тому времени милиция уже вела поиск похищенного имущества по заявлению хозяйки. Ее ридикюль обнаружили очевидцы, а записи видеокамер натолкнули оперативников на вывод, что к краже может быть причастен таксист. Поначалу он все отрицал. В беседе с оперативниками подозреваемый менял показания. Сначала утверждал, что вещи могли забрать другие пассажиры. Затем признался. Сумочку обнаружил и выбросил вместе с содержимым. Однако в итоге рассказал, как все было на самом деле. Действием горожане на следователи дали правовую оценку и по факту кражи возбудили уголовное дело. Известно, что ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности. В Гомельской области сохраняется пожароопасная обстановка. За минувшие сутки три пожара в лесах, пять травы и кустарников. Огонь охватил площадь более четырех гектаров. Палы растительности отмечались в Мозорском, Петриковском, Светлогорском и Жлобинском районах. А возгорание лесов – в Ветковском и Лельческом. В МЧС предупреждают о необходимости соблюдения правил противопожарного поведения при отдыхе на природе. А также советуют не сжигать прошлогоднюю листву и траву на приусадебных участках. При нарушении пожарных норм предусмотрены штрафы. Огонь стал причиной ЧП еще в нескольких районах Гомельской области. За минувшие сутки произошло четыре пожара, повреждены три строения. В деревне Кравцовка Гомельского района сгорел молитвенный дом, принадлежавший Гомельской епархии. Спасатели ликвидировали возгорание. Деревянные постройки обошлось без пострадавших. В Рогачевском районе сгорел жилой дом в деревне Остров. Выгорела крыша и стены здания. Все живы, но дом придется отстраивать заново. К пожару могло привести неосторожное обращение с огнем. Пепелище и обгоревшие стены остались от нежилого дома в деревне Мехедовичей Петриковского района. По версии спасателей, причина – поджог. Не исключается, что огонь мог перекинуться на дом с горячей травы. В Калинковичах инспекторы ГАИ помогли потерявшейся девочке вернуться домой. Вечером 20 марта на улице райцентра инспекторы ГАИ заметили девочку примерно трех лет. Она шла по тротуару вблизи проезжей части без сопровождения взрослых. Правоохранители развернули служебный автомобиль и направились к ребенку. К этому времени возле малышки, которая едва не упала на проезжую часть, остановилась женщина-автомобилист. Вместе они пытались узнать, откуда шла девочка. Но в силу возраста она не смогла ничего рассказать. Тогда инспекторы приняли решение поехать в ту сторону, откуда шел ребенок. Предположили, что девочка может жить в новом микрорайоне. И не ошиблись. Возле новостроек суетился встревоженный мужчина – папа девочки. Как оказалось, он привел дочь из детского сада и пока занимался домашними делами, не заметил, как она вышла из квартиры. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. Реконструкция одного из крупнейших спортивных объектов областного центра началась в июне 2019 года с ремонта подтрибунных помещений. На данный момент работы еще не окончены. Однако стадион уже не узнать. Тренерские комнаты, медицинские кабинеты, раздевалки, тренажерный зал и уютный холл. По трибуне помещения стадиона «Луч» изменились кардинально. Небо и земля именно так говорят работники Гомельской детско-юношеской спортивной школы номер 6, на чем балансе и находится объект. Снаружи изменения такие же глобальные. «Луч» превращается в многофункциональный спортивный комплекс, где можно организовать полноценный тренировочный и соревновательный процесс. Площадки с песчаным покрытием предназначены для занятий пляжным волейболом и футболом. После завершения реконструкции «Луч» станет единственным в городе специализированным легкоатлетическим стадионом с беговыми дорожками, секторами для прыжков и метаний. Новое современное покрытие уже уложено. Насталось нанести разметку. Соревновательный план на летний сезон уже расписан. Если пандемия не внесет свои коррективы, то спортивная жизнь тут будет кипеть уже в самое ближайшее время. До конца лета тут распланированы мероприятия. Это как областные, так и республиканские соревнования по легкой атлетике. Также областные республиканские соревнования по пляжному волейболу и областные соревнования по пляжному футболу. Несомненно, главный объект – это крытый футбольный манеж. Единственный в области. 4 января открыли и завертелось. Еженедельные международные и внутренние турниры, тренировки детских спортшкол, сборы профессиональных клубов не только из нашего региона и товарищеские матчи. Сейчас из-за карантинных мерн жизнь манежа поутихла. До этого поле было расписано с раннего утра и до позднего вечера. Одними из первых, кто оценил новый спортивный объект, стали дети. Сейчас тут занимаются воспитанники трех гомельских детских спортивных школ. Тренер с дюшор номер 8 Леонид Борсук для гомельского футбола личность знаковая. Говорит, что крытый манеж – это необходимость, которая оправдает свое появление уже в ближайшие годы. Конечно, для детей это большое подспорье, потому что или заниматься на улице, у нас нет таких условий, чтобы больших манежей. А это построили, поэтому для детей это в радость только. И понятно будет, дети будут заниматься, будут повышать свое спортивное мастерство футбольное. Со временем придет результат, не сразу, а года через три, четыре, пять. Юные футболисты на тренировки в Новый Манеж идут с удовольствием. Условия действительно первоклассные. Зимой мы занимаемся на дюшоре в Манеже. В маленьком Манеже. Там зал поменьше, а здесь так попросторнее. Зон хороший тут. В ближайшие годы рядом с крытым манежем должна появиться открытая футбольная площадка. Вкупе с игровым полем с натуральным газоном это превратит стадион «Луч» в полноценную футбольную тренировочную базу. В целом же реконструкция спорта-объекта близка к завершению. Единственное, что не закончено, это легкоатлетическое ядро, были перенесены сезонные работы. И тут осталось только нанести разметку, которая, я думаю, что к концу апреля уже будет нанесена, потому что на май месяц запланированы два республиканских спортивных мероприятия по легкой атлетике. В Гомельской и Дю США номер 6 культивируют три вида спорта – пулевую стрельбу, плавание и легкую атлетику. С нового учебного года в список добавится еще и футбол. Сейчас тут занимаются почти 600 детей. С сентября численность может возрасти до 900. Это, наверное, не предел. Условия для дальнейшего развития созданы прекрасные. И не только для профессионалов от спорта, но и для любителей. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.